Приветствую вас, давайте разберем Викторию вашу ситуацию. Смотрите, во-первых, развод родителей, в вашем случае довольно травматичный, как вы говорите. Связан с тем, что это всегда, в принципе, травма. Вот, всегда травма, потому что, ну, самые близкие люди, по сути, ссорятся для ребенка, даже если ребенок взрослый. Это невыносимо, потому что кажется, что твой мир ручится и кажется, что, ну, что как раньше не будет, уже не будет никогда. Поэтому, в принципе, вас, я понимаю, что вы имеете ввиду. Но, внести в тем, я бы, наверное, хотел сказать, что то, что происходит, это в какой-то степени запрет. Для ваших родителей быть людьми, быть свободными. иметь право переставать впитывать чувства. Почему так происходит? Потому что, потому что, как бы, существование конкретного человека, например, вас, заменяется, замещается существованием других людей. То есть, как бы, вместо того, чтобы, как бы, своей жизнью жить вместо. Человек, например, вы, людей, а в какой-то степени живет другой жизнью. А живет жизнь, ну, родители, например. Вот. И это важно. Потому что, вот. Происходит, как бы, замещение. И чем ближе ребенок привязан к своим родителям, чем ближе он привязан к родителям. Более он от них зависим. И тем сложнее ему жить своей жизнью. Вот. то, что вы описываете сейчас, то, что вы описываете сейчас, это именно про невозможность опираться на себя. Это про невозможность чувствовать, что мне хочется вне контекста других людей. Нет ничего страшного, если этот контекст, если этот контекст существует, если этот контекст присутствует. ничего страшного нет, ладно. Но, в вашем случае, мне кажется, только этот контекст, то, чересчур мощный. И... в этом, мне кажется, сложно. То есть, вы описываете себя, как человека, которому вы себе сами не интересны. Вы описываете себя, как человек, который стремится к другим людям, который стремится к привычной среде. Вот. И я бы сказал, что это, в принципе, нормально. То есть, ну, в нормальном смысле, что мы все стремимся к такому комфорту. Мы все стремимся к такому вот, ну, спокойному ситуанию. Вот. Но, мне кажется, что у вас это, вот, знаете как... очень болезненно, мне кажется, что у вас это прям очень болезненно. что вот вы прям без этого, ну, вообще, не можете, что вот вы настолько, вот, привыкли жить, вот. что вот, по-другому не получает, не получает, не получает. По-другому вы не умеете, возможно. Ну, возможно. Вот. И, соответственно, мне кажется, что... на это вам нужно обратить свое внимание. То есть, вот есть такая у вас общая тревожность, связанная с тем, что... Одна я быть не смогу. Без всех, ну, без кого-то, значит, я быть не смогу. Вот. Почему вы сидите в четырех стенах? Почему работу найти не удается? Почему знакомых друзей у вас у Виктории нет? Да, потому что неинтересно вам. Понимаете? Вот. Потому что вам неинтересно искать работу. Да потому что вы не привыкли, как бы, следовать своим интересам. Если я правильно вас понял, то вы выбрали место, где будете жить с молодым человеком. И, возможно, и, возможно, снова молодого человека только в контексте бегства от проблем и с разводом. Может быть, и парень для нас является палочкой, выручалочкой сейчас. Только уже не нужно, потому что сестра родила. И сейчас вы себя ведете как человек, который очень сильно потерян, прямо очень сильно потерян. Из-за того, что привычных людей рядом нет. Именно привычных людей. Вот так вот, я думаю, можно вам ответить на вопрос. Точнее, обратить внимание, что вы вопрос даже не задаете. То есть, вы же, вы просто объясняете ситуацию, Виктория, и все. А вопрос ваш в чем? Вы что хотите сделать? Вы хотите изменить, там, я не знаю, свои отношения с мужчиной, например. Или вы хотите, если не изменить позицию с мужчиной, то изменить, может быть, свое отношение к человеку. Ну, вообще. То есть, я имею в виду, вы хотите изменить отношения, там, допустим, ну, к своим родным, например. Например, я не знаю, я не знаю, я говорю, например, сейчас. Вот, как бы это может быть такой аспект. То есть, ну, опять же, нужно понять, что вам-то, что вам-то хочется. Что вам нужно, в чем вынуждает, вы станете. Вот. Вот. Это, ну, довольно важный момент, довольно важный момент, как мне кажется. Вот. Определившись с тем, с чего вы хотите, уже можно будет от этого отталкиваться. Ну, в какой-то степени. То есть, можно будет вас направлять, можно будет вас, как бы, корректировать в процессе движения вашего вперед, чтобы, ну, чтобы вы чувствовали себя. Вот. В этом все. Я надеюсь, что вам это было полезно, интересным. Буду благодарен вам за обратную связь. Которую вам желательно сформулировать для того, чтобы начать процесс терапии с терапией. Я вам желаю всего самого доброго, я вам желаю удачи и надеюсь, что ситуация будет разрешена самым лучшим образом, но чтобы она была разрешена, нужно приложить определенные усилия. Какие получится... Ну, все, все, все... Порядка. Продолжение следует...